В жизни любого коллекционера наступает момент, когда для пополнения своей коллекции он обращается к зарубежным источникам. В списках пластинок, предлагаемых к продаже или обмену, встречаются разнообразные сокращения, аббревиатуры и непонятные иностранные слова. Как выясняется, даже продвинутые меломаны-винильщики не всегда правильно их понимают, а часто просто не знают, что указано в описании. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных и часто встречаемых терминах и сокращениях, которые помогут вам составить правильную и полную картину о предлагаемой пластинке. Ну что, идем изучать матчасть? Начнем с обложки. Казалось бы, обложка бывает простой и альбомной. Но не так все просто. И так по порядку. Одинарные обложки в описании чаще всего никак не обозначаются, но и у них бывают дополнительные возможности. Обложка пластинки обычно изготавливается из картона, но может быть полностью ламинированный, фулли ламинейтед кава. Фронтально ламинированный, франт ламинейтед кава. Матовый мат кава. Текстурный текстурный кава. Фольгированный фойл кава. Флипованный флипбэк кава. С верхней загрузкой топлоуде кава. С выпуклыми элементами эмбост кава. Раскрашенный вручную хенд пейтед кава. Весьма интересны для коллекционеров так называемые сложные обложки или обложки с трюками. Гиммик кава. Чаще всего это обложки с вырезами. Дайкат кава. Все дизайнерские ухищления перечислить просто невозможно. Все эти обозначения применимы и к наиболее нами любимым альбомным обложкам, которые обозначаются двумя сокращениями. Гейтфолд кава и фолдаут кава. Часто встречается или та, или эта аббревиатура. В зависимости от того, кто как привык. Так вот, альбомные обложки тоже бывают полностью ламинированными, матовыми, флипованными. Просто флипы или загибы картона у них находятся внутри альбома. С верхней загрузкой, как на белом альбоме группы битлз. С выпуклыми элементами. Альбомные обложки с интегрированными в разворот буклетами или плакатами with attached poster. Особенно буйно дизайнерская фантазия разыгралась на сложных альбомных обложках гиммик гейтфолд кава. Здесь упомянем, что в разных странах одни и те же альбомы могли выходить в разных вариантах обложок. Например, в Англии у пластинки была матовая альбомная обложка. В Германии тоже альбомная, но уже ламинированная. Помимо альбомных встречаются обложки с тройным или большим количеством разворотов . Разворачивающиеся в плакат обложки . Обложки с картинкой . Так в основном называют обложки семидюймовых синглов, потому что в основной своей массе синглы продавались в так называемых дженериках или обложках лейблов . Обложка может быть в заводской пленке . То есть пластинка была распечатана, но пленка не снималась. Так часто делают коллекционеры, чтобы сохранить картонную обложку нетронутой или сберечь рекламные стикеры . Бывает, что обложку укрывают от глаз покупателя в наружный мешок . Делается это для того, чтобы скрыть артистическую провокационную идею или дизайнерскую находку. Иногда скрыв пластинку в мешок, ее еще и запечатывают в пленку . Вообще, запечатанная пластинка обозначается термином «steel sealed» . Бывает, что одни и те же альбомы имеют разное оформление. Как правило, альтернативное оформление идет на зарубежном издании альбома. Но бывает, что в одной стране издают пластинки в разных оформлениях. Как бы то ни было, «alternative color» означает, что у предлагаемого экземпляра другое — альтернативное оформление обложки. Запрещенная обложка «band color» — первый вариант художественного оформления обложки пластинки, который по той или иной причине был запрещен и заменен другим. На конверте, как правило, в углу бывает прорезана щель, пробито отверстие или отрезан угол . Таким образом производители пластинок и магазины отмечали уцененный товар, характерно для американских пластинок, но встречается и на европейских изданиях. Отлично! Переходим к пластинкам. Различают три вида пластинок в зависимости от их размера. Самая маленькая 7-дюймовая пластинка называется «single» . Такого же размера, что и сингл, но с большим количеством песен, как правило их четыре, по две на сторону. Называется EP — Extended Play. Синглы бывают с большими отверстиями в центре для проигрывания в музыкальных автоматах. Это американский стандарт. В Европе делали синглы с обычным отверстием и с выдавливаемым центром. Push Out Sensor. Чтобы его можно было легко использовать в джукбоксе. На вторую сторону сингла обычно помещали песню, которая не входила в альбом. Об этом тоже упоминают, так как часто эти треки можно услышать только здесь. Non Album B-Side. В Советском Союзе тоже были пластинки 7-дюймового формата. Называются они «Миньонами». Правда, в отличие от западных аналогов, они почти всегда были записаны на 33-й скорости, что позволяло разместить на них от 3 до 6 песен. 10-дюймовая пластинка – довольно редкий гость на современных прилавках, а вот в 60-е, да и в 70-е годах в СССР их ассортимент был довольно широк. Советские 10-дюймовки называются Ground, а импортные как есть – 10-inch. Ну и самый распространённый вариант – это 12-дюймовая пластинка LP Longplay. По-русски для простоты назовём его просто пластинкой, ибо количество вариантов названий последней неизмеримо. Кстати, расширенные версии треков, размещенных на синглах, часто печатают на больших, 12-дюймовых пластинках. Называют их Maxi-синглами. Maxi-single – 12-inch. Качество звука Maxi-single вследствие используемой 45-й скорости выше качества звука обычных пластинок, записанных на 33-х оборотах. Поэтому коллекционеры очень их ценят. Также обычно указывается количество пластинок в комплекте – Double Album, Triple Album. А если в комплект входит сингл, обычно его прибавляют плюсом. Самые первые тиражи пластинок называют тест-прессами. Они изготавливаются в количестве буквально нескольких экземпляров, по разным сведениям до 20. И особенно ценятся коллекционерами, так как являются самыми ранними отпечатками с матрицей. И априори имеют самый лучший звук. Экземпляр становится еще ценнее, если на нем находится матричный номер, который по той или иной причине был забракован. И в массовый тираж пошел другой, более поздний. Если у вас, предположим, есть вариант альбома The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd с матрицами 1.1, поздравляем. У вас в коллекции уникальная пластинка. Более распространенным вариантом является промо-издание не для продажи. Promo, Demo Only, Promotional Copy, Demonstration, Not For Sale. Промо-издания новых альбомов изготавливались в количестве от нескольких десятков до нескольких сотен экземпляров, в зависимости от популярности артиста или количества выделяемых для его промоушена денег. Как правило, промо имеет черно-белый лейбл вместо полноцветного. Чаще встречается в США и Японии, но бывает и в Евроке. Такие издания раздавались радиостанциям, телевидению, музыкальным журналистам, менеджерам и промоутерам для ознакомления с новым творчеством артиста. Так как промо-издания также печатались раньше основного тиража, звук на них часто бывает интереснее и глубже, что является для коллекционеров основным приоритетом. Оригинал или первый пресс свидетельствует, что перед вами первое оригинальное издание альбома. Причем нужно знать, что каталожный номер альбома часто, особенно в Англии, оставался таким же при переизданиях пластинки. В этом случае знать этот номер не всегда важно. Первое издание нужно определять по другим показателям. Кстати, в Японии с этим полегче. Почти каждое новое издание имело новый каталожный номер. Ну и тут, если честно, много нюансов. Приватное издание Private Press. Пластинка, изданная на деньги самих музыкантов. Как правило, такие пластинки довольно редки и дороги. Ну и если мы уже заговорили о редких и дорогих артефактах, вы можете встретить обозначение Miss Press или Miss Print. Здесь нужно понимать, что Miss Press – это ошибка при печати пластинки. То есть на лейбле написано Pink Floyd, а реально звучит ABBA. Ну или, как в этом случае, с неправильно напечатанной песней группы White Snake. А Miss Print – это ошибка в типографии. На обложке концерта 1972 года указан состав 1974. Или песня на втором альбоме Led Zeppelin. На лейбле первого тиража указана как Living Lovin' Wreck. Хотя на самом деле она называется Living Lovin' Made. Такие ошибки в печати как в заводской, так и в типографической довольно быстро исправлялись. И оригинальные ошибочные экземпляры очень ценятся коллекционерами и могут стоить целое состояние. Часто пластинки любого формата изготавливают из цветного винила. Здесь сразу развеем один миф о низком качестве цветного винила. На самом деле цвет винила никакого отношения к качеству фонограммы не имеет. Больше того, черный винил тоже по своей сути является цветным. По устоявшимся правилам, в бесцветную массу, из которой изготавливают пластинки, в самом начале стали добавлять сажу, что и делает пластинку черной. Добавляя другой краситель, вы получаете пластинку другого цвета. Цветные пластинки, как правило, это лимитированные коллекционные издания . Эксклюзивные пресса . Или нумерованные издания . Если тираж ограничен определенным количеством экземпляров. Визуально оценить состояние цветного винила зачастую бывает довольно сложно. Тем не менее, это дополнительный аргумент к более высокой цене на пластинку. Кстати, в Советском Союзе тоже делали небольшие тиражи цветных пластинок. Основная их масса изготавливалась на ташкентском заводе «Таш Мухамедова», который также знаменит среди коллекционеров огромным количеством альтернативно оформленных обложек культовых советских альбомов. Небольшие гибкие пластинки называются флексидиски . Коллекционеры постарше хорошо помнят советские журналы «Кругозор» с наборами таких пластинок. Пластинки с картинками называются пикчер дисками . Технология их изготовления довольно проста, несмотря на кажущуюся сложность. Картинка, которую мы видим на поверхности, впечатывается между двумя слоями прозрачного винила, на котором записана фонограмма. Качество воспроизведения вследствие этой технологии у пикчер дисков невысокое, поэтому в коллекцию они попадают в основном не для прослушивания, а как красивые и редкие артефакты. Хотя и там иногда могут быть эксклюзивные записи. Пикчер диски, вырезанные по определенной форме, называются «shaped picture disk». Пластинки бывают односторонними , с незаписанной второй стороной, а иногда на обратную, не звучащую сторону, могут для красоты нанести лазерную гравировку . «Laser Ratched» Переиздание альбомов называют «re-issue» . А если его ремастировали с оригинальных мастер-ленд – «Remastered Edition» или ремикшировали – «Remixed Edition». Дополнительные композиции, не вошедшие в оригинальную версию альбома, называются бонус-треками. Сборники или компиляции лучших или редких песен называются «compilation», даже если в названии нет привычных слов «best of» или «greatest hits». Альбомы с песнями исполнителей, перепетыми другими артистами, называются «tribute» – «tribute album», а концертные альбомы, записанные вживую – «live album». Клубные издания «Club Edition» часто имели отличие от регулярных, и хотя в основном в виде упрощенного оформления, и среди них были очень интересные релизы. Коллекции пластинок называются бокс-сетами. Бокс-сеты могут объединять все альбомы одной группы или собрание записей одного лейбла. Часто новые альбомы артистов издают в виде бокс-сетов специально для коллекционеров. В состав таких коробок включают массу дополнительных материалов в виде синглов, буклетов, плакатов, литографий и даже майок с артистической символикой. Пластинки, записанные с особым вниманием к звуку, называются аудиофильными. Как правило, при их изготовлении используется тяжелый винил с указанием веса пластинки – 180 или даже 200 грамм. Есть лейблы, которые специализируются на выпуске только аудиофильных пластинок. Они пользуются повышенным спросом у меломанов, трепетно относящихся к качеству записанной фонограммы и материалом, из которых изготовлена сама пластинка и ее упаковка. Бывают пластинки с автографами исполнителей, что, естественно, повышает их стоимость. Автографы попадают на пластинки двумя способами. Или это пиар-хот лейбла, и об этом есть специальные упоминания, как правило, на стикере. Или это инициатива поклонника, добравшегося до артиста и заполучившего его автограф на пластинку. И то, и другое одинаково ценно, но во втором случае иногда возникает необходимость подтверждения оригинальности. Есть особая категория пластинок – бутлиги. Бутлиг – unofficial, которые издаются неофициально, без согласия правообладателей фонограммы. В основном это концертные записи, часто очень низкого качества. Но и они позволяют фанатам оценить своих любимых артистов в тот или иной период творчества. Обозначения моно, стерео и квадро позволяют понять, в каком формате записана пластинка. В основном это относится к записям 50-60-х годов. И часто формат записи имеет огромное значение при определении цены конкретной пластинки. Например, оригинальные ранние альбомы The Beatles или Rolling Stones начало 60-х стоят дороже в стерео, а поздние – конца 60-х. Наоборот, в моно. Пластинки, записанные в начале 70-х в квадро, предвестники современного многоканального звука, тоже бывают очень коллекционными, так как при их изготовлении часто использовались альтернативные миксы песен. Указания в описании номеров матриц – Matrix Numbers, тоже свидетельствуют о более раннем или позднем прессе. Матричные номера бывают отштампованные – Machine Stamped или выгравированные рукой – Etched. А обозначение цвета или дизайна лейбла пластинки чаще всего указывает на оригинальность конкретного экземпляра. Переходим к вложениям в альбомы. Это тоже довольно обширная область нашего исследования, потому что предела фантазии артистов и дизайнеров не существует. Рассмотрим самые распространенные вложения и начнем с главного вопроса коллекционирования. Вкладка и вкладка. Inner – Insert. В чем разница? Вкладка Inner – это то, во что вкладывается пластинка. А вкладка Insert – это то, во что пластинку положить нельзя, а можно вложить в конверт. Часто в ранних изданиях некоторых альбомов вкладка была сначала Inner, а во втором издании она превращалась в Insert. Но по-русски оба эти объекта называются вкладками, из-за чего возникают всевозможные споры и недоразумения. Некоторые коллекционеры называют вкладки Inner – внутренним конвертом, а вкладки Insert – просто вкладками. Вы должны сами для себя решить, как вы будете их называть. Главное, вы теперь знаете, что если в описании видите слово Inner – вы уверены, что туда вкладывается пластинка. Вкладка Label – Label Inner – не содержит информации о конкретной пластинке, а является вносителем дизайна лейбла, либо дополнительным рекламным артефактом, предлагающим различные альбомы конкретного лейбла или группы лейблов. Одним из самых привлекательных элементов оформления пластинки нам представляется плакат Poster, который в зависимости от количества сложений Four Panel Poster, Six Fold Poster может достигать гигантских размеров. Не менее ценными вложениями будут буклеты, которыми комплектовались в основном концептуальные пластинки. Иногда в описании указывается количество его страниц – Twelve Page Booklet. Calendary – Clend – тоже довольно частый гость комплекта. А вот открытки – Postcard, Card – могут входить в комплект оформления как в единственном экземпляре, так и быть в наборе – Set of Postcards. Очень важный элемент оформления японских пластинок – Abi – бумажная лента вокруг обложки. Она несет информацию об артисте, альбоме и комплекте данного издания для японских фанатов, не владеющих иностранными языками. Пенебрегать Abi не стоит. В Японии проходят аукционы по продаже этих лент к особо ценным экземплярам пластинок. И стоимость отдельных экземпляров может достигать нескольких тысяч долларов. Этот элемент оформления перешел и на западный рынок. Европейские пластинки, украшенные Abi – не такая уж и редкость. Литография – это художественный отпечаток того или иного произведения, которое артист произвел самостоятельно или позаимствовал у другого автора для придания своему альбому более осмысленного и законченного оформления. Так называемая заказная форма – order form – Merchandise Flyer вкладывалась в пластинки наиболее успешных в коммерческом плане артистов. Заполнив эту форму и отослав по указанному адресу, можно было по почте получить тот или иной предмет – меморабилии, связанный с этим артистом. А вот карточка с кодом для цифрового скачивания альбома – download code – примета более современного рынка винила. Наклейка или стикер – sticker – может находиться как на обложке, часто их называют hype sticker, так и входить в комплект оформления альбома в единственном числе или в наборе – set of stickers. Информационное письмо – infolet – с фактами о группе, релизе или лейбле вкладывались в пластинки, которые направлялись тем же журналистом или менеджером торговых сетей для дальнейшего продвижения продукта. Туровая книга или программа – tourbook – tourprogram иногда сопровождает комплект определенного альбома, но, как правило, штатно пластинки таким предметом не комплектовались. Промо-тиражи пластинок иногда комплектуются промо-наборами или промо-папками – promo pack, promo folder – с предметами, рассказывающими о конкретном релизе и имеющими промо-информационные листы, промо-фотографии или плакаты артиста. И если пластинка предлагается в полном комплекте со всеми вложениями, будет указано – complete. Переходим к важному, но довольно специфическому разделу принятых сокращений оценки состояния. Для начала поясню нашу позицию по этому вопросу. Мы считаем, что оценка состояния пластинки – дело очень субъективное, и только личный осмотр позволяет правильно оценить внешний вид, исходя из своего опыта или условий осмотра. Поэтому мы предпочитаем осматривать пластинки перед покупкой. Но так как это не всегда возможно, познакомим вас с международной системой оценки, которая, кстати, отличается в Европе и Америке. Уважаемые коллекционеры! При всем желании мы не сможем рассказать вам о всех тонкостях и мелочах нашего замечательного увлечения. Но давайте попробуем сделать это вместе и создать некую энциклопедию винила. Размещайте в комментариях к этому ролику свои замечания. Мы их все учтем, обработаем и дополним перечень необходимых терминов, который будет прикреплен к описанию видео. Так мы вместе ответим на все вопросы и сделаем коллекционирование винила более понятным и радостным. И до встречи в доме винила!